Южнуральцы обеспокоены нашествием хищников. Жители области вновь заявляют о нападениях волков. В первую очередь страдают сторожевые псы. Появились слухи о миграции большой стаи диких зверей в регион. Подробности в следующем сюжете. Где собака? Кавказец. 70 килограмм весит с лишним. Вот она, собака. Волки пришли, перегрылись в горло и потащили его. Это видео сделал житель одного из сел в окрестностях Мяса. Кровавая цепочка тянется от дома до ближайшего леса. Мужчина предполагает, что у волков было несколько. Об этом говорят многочисленные следы на снегу. И это уже не первый случай. Потому что численность волка стала на территории охотничьего хозяйства запредельной. На Мясском охотничьем хозяйстве обитает порядка 30-40 голов волка. То есть волк не находит себе уже должного пропитания в лесу и подходит к населенным пунктам. Давит собак, которые бродячие бегают рядом с населенными пунктами. Нападает на сельскохозяйственный скот. В горнозаводской зоне региона волки выходят на охоту в населенные пункты. Жители массово заявляют о погибших собаках и других домашних животных. Исправить ситуацию пытаются и егеря. Министерство экологии для регуляции численности хищников разрешило использовать капканы и применять автомототранспорт для отстрела. Александр Рыков в этом году уже добыл 4 хищников. Раньше, говорит, численность доходила до 18 голов. А в обычное время капканы использовать запретили. Охотиться стало сложнее. Поэтому и поголовье волков стало резко увеличиваться. В одном месте лося задрали. Вот сидел на нем 3-4 дня. Приходится сидеть ночью, караулить. Вот кабанов. На кабане находил, что задранный кабан. Тоже приходилось сидеть на приводе на этой. Сложно стало. Очень тяжело. Приходится ночами сидеть. А в соцсетях сейчас активно распространяют информацию о новой миграции волков. Более 300 хищников якобы перешли границу с Казахстаном. В интернете гуляют видео, снятые в других регионах. Ну, я просто, смотри, ворочай, ты это глянь. Министерство экологии же утверждает, поводов для паники нет. Как и миграции волков в регион, хищники, скорее всего, обойдут область стороной. А информация, которая гуляет в сети, раздута. Напомню, случай нападения волков на собак фиксировали в Чесненском районе. Кроме того, о нападении заявляли жители Красноармейского. Хищники там разорвали несколько псов. Однако вживую нападений никто из местных не видел.